Я думаю, вы пытаетесь забрать это для нас, не так ли? Да, большое вам спасибо. Итак, как и обещали, сегодня мы немного поговорим о грибах. И я хочу напомнить всем слушающим, что грибы это одна группа, одна очень важная группа в сети почвенных продуктов питания. И у нас будет возможность поговорить и о некоторых других игроках, о том, как они взаимодействуют с грибами. Но когда вы говорите о почве, которая сильно деградировала, особенно, возможно, чрезмерно обработанной, серой в течение многих лет управляют неправильно. Грибы, благодаря тому факту, что они создают структуру в почве, являются организмом, который, как мы считаем, является абсолютно критическим, критически важным игроком. И поэтому я просто рад немного рассказать об этом, в том числе, я рад сказать, что сейчас время грибов. Мы видим научно-популярные твиты. Мы даже видим шутки. Я не знаю, понял ли кто-нибудь эту шутку о криптовалюте, но она слишком хороша, чтобы не поделиться ею. И это правда. На самом деле, несменяемость всегда будет означать невозможность превратиться в гриб, поскольку несменяемость – это не физическое явление. И поскольку большая часть остального мира может превратиться в гриб, если дать ей достаточно времени, даже вы, даже я, когда-нибудь мы сможем превратиться в грибы. Я думаю, это очень здорово, что люди говорят об этом, что мы делимся всеми замечательными, красивыми грибами, которые есть в мире. Интернет – отличное место для этого. Кроме того, там есть книги. Итак, вот два джентльмена, которые были у нас здесь, в веб-школе Soul Food, в качестве докладчиков и участников дискуссии на нашем недавнем саммите по почвам. Мерлин Шилдрейк и Питер Маккой. На самом деле, пара из нас здесь, в школе, только что вернулась со специального курса Питера Маккой «Радикальная конвергенция микологии», который был отличной возможностью пообщаться с людьми и просто оценить все то, что грибы могут нам предложить, потому что они замечательные и фантастические. И на самом деле, когда мы говорим о здоровье почвы в контексте, мне кажется довольно волшебным думать о том, чтобы научиться устанавливать отношения с грибами и почвой. Учимся тому, как помочь поддержать то, в чем они нуждаются, чтобы они могли помочь поддержать нас и процесс восстановления почв. Мы буквально получаем доступ к мудрости грибов, которая насчитывает более миллиарда лет эволюционной истории. Они были здесь, делая свое дело, и так интересно узнать об их характере, их особенностях и всех преимуществах, которые они нам предоставляют, которые они как бы дают бесплатно. Поэтому я просто хочу начать с этой идеи. И это цитата, которую вы, возможно, слышали о Поле Стаммите, потому что он довольно известен в мире грибов. Но я подумал, что это действительно подходит и к какому-то подходу к сети почвенных продуктов питания, потому что он говорит, что вся наша пища поступает из почвы. Когда мы начинаем разрушать биологию почвы, мы разрушаем пищевую сеть, которая дает нам жизнь. И это уже кое-что. Это всего лишь отправная точка, чтобы сориентировать нас на весь сегодняшний разговор в целом. Потому что, как я уже упоминал на вебинаре номер один, здоровые почвы поддерживают устойчивые экосистемы, сообщества людей, животных и растений, и в конечном счете нации, не так ли? Я с удовольствием поделюсь цитатой президента США Рузвельта, который сказал, «Нация, которая разрушает свои почвы, разрушает саму себя». Вот это для меня, я был, я искал. Это то, что нужно. Иногда трудно представить себе, что происходит в почве. Но давайте подумаем о том факте, что то, что нам легче увидеть, даже такие крупные существа, как слоны, действительно существуют из-за того, что происходит в почве. Слоны питаются растительностью, и эти растения зависят от микроорганизмов, с которыми они находятся в сообществе, не так ли? И поэтому, если наша цель состоит в том, чтобы увидеть такие вещи, как сохранение земель по всему миру, у нас может быть безопасное убежище для биологической жизни, с которой мы делим эту планету. Если мы говорим об охране природы, то об использовании ресурсов, к которым у нас есть доступ, таких как лесное хозяйство. Потому что эти продукты нужны нам для удовлетворения наших человеческих потребностей. А если мы поговорим о сельском хозяйстве, производстве продуктов питания на скотоводстве или производстве хлопка, который я сейчас ношу, не так ли? То в конечном счете все возвращается в почву. И я лично, я надеюсь, вы согласитесь со мной. Но из-за угроз, связанных с такими вещами, как изменение климата и другие нарушения окружающей среды, я действительно смотрю на почву с большой надеждой. Что при восстановлении этих организмов и их экосистем, с восстановлением функций почвы, мы действительно сможем обратить вспять большой ущерб, нанесенный человеком. Общество случайно по небрежности или намеренно причинило вред нашей биосфере. И я действительно не хочу жить в мире, где нет слонов. А им очень угрожает изменение климата и многие другие нарушения экосистемы, с которыми они сталкиваются. И поэтому давайте помнить, что для того, чтобы они у нас были, у нас должны быть процветающие почвенные микроорганизмы. Я бы также сказал, что это личное для меня, и я делился этим раньше, но некоторые исследования, которые я провел, касались зернового сорга. И только одного подмножества почвенных грибов, арбускулярных микоризных грибов. Я обнаружил, что эти растения гораздо более продуктивны, когда у них есть полный набор почвенных микроорганизмов. Так что единственной разницей между этими горшками спереди и этими сзади, были арбускулярные микоризные грибы. Мы удалили их из почвы здесь, но оставили в почве там. И поэтому такая разница в росте иногда у нас получалась. Мы могли бы подсчитать, что это растение примерно на 600% продуктивнее из-за его связи с полезными грибами. И у меня есть ссылки на пару статей, где я исследовал это, в основном с соргой и некоторыми другими травами, но также и с люцерной. Мы видели нечто подобное, но опять же я хотел бы напомнить нам, что грибы являются одним из компонентов целостной и процветающей почвенной пищевой сети. И что если у нас есть идея здесь, одна из центральных идей заключается в том, что если нам чего-то не хватает, простейших ключевых бактерий, микроартропод, различных групп о нематодах, что что-то будет нарушено в том, как эти системы объединяются. Нам нужно присутствие каждой функциональной группы. Нам нужно изобилие, достаточное изобилие, и нам нужно разнообразие. Это действительно вспомогательные аспекты процветающей почвенной продовольственной сети. Итак, опять же, сегодня мы поговорим о грибах. Но они не единственный игрок на земле. Они действительно обеспечивают кое-что очень важное. Они выполняют ту роль, которую ничто другое не выполняет в почве. У них есть свой особый вклад, который они вносят. Грибы — одни из самых эффективных реакторов в мире. Они производят ферменты, которые очень хорошо расщепляют органическое вещество и песок, ил и глинистые минералы. Что это было? Доктор Элейн однажды сказала, что питательные вещества могут находиться в тюрьме в почве, в грибах вместе с бактериями. Но грибы могут очень хорошо извлекать эти питательные вещества из тюрьмы, из минерального комплекса почвы, а затем они включают их в свой организм. Так что по мере того, как они растут, по мере того, как они получают необходимое им питание, они растут и запутывают все в почве. Они хватают маленькие крошки почвы, которые мы называем микроагрегатами, и склеивают их в более крупные крошки, которые мы называем макроагрегатами. Они добавляют всю эту структуру. Это похоже на то, как если бы корень растения или шоссе, то грибы вы могли бы рассматривать как боковые дороги, не так ли? Они ведут в другое место. Они уходят глубже в почвенную систему. Они движутся в более мелком масштабе, чем корни, а бактерии и другие организмы иногда едут автостопом по грибковой дороге. Мы видим, что они размножаются, они растут гораздо обильнее рядом с этими гифами. И из-за структур, которые образуют грибы, и запутанности, о которой я говорил, происходит большая задержка питательных веществ. Происходит большая задержка углерода. Когда мы говорим о попытке уменьшить часть дополнительного углерода, который у нас есть в атмосфере, грибы играют огромную роль в создании стабильного долгосрочного хранилища углерода. Но мы не обязательно хотим, чтобы они навсегда запирали эти питательные вещества, вот почему нам нужны такие существа, как нематоды, питающиеся грибами, и микроартроподы, которые придут и скажут, «Я хочу немного этого вкусного сока внутри этих грибов», и они пробьют клеточные стенки грибов. Иначе они разрежут их на куски и доберутся до этих питательных веществ. Но многие из этих питательных веществ высвобождаются так, что корни растений также поглощают их. Это то же самое, что происходит с бактериями, простейшими и другими существами. Это такие взаимоотношения, это динамичная система, где просто происходит постоянный оборот и поступление питательных веществ в систему, так что растение полностью питается. Другие способы, которыми мы говорим о грибах здесь в школе, это то, что мы хотели бы подчеркнуть, что в дополнение к улучшению структуры почвы, о котором я упоминал, мы также можем поместить полезные грибы на поверхности листьев растений, а также они могут проникать в корни. Это снимок, который я сделал с некоторыми арбускулярными микоризными грибами, и они могут покрывать эти поверхности растения броней. Так что потенциальным патогенным организмам некуда приземлиться и начать атаковать растения. А затем, улучшая питание растений, это похоже на то, как когда человеческое тело хорошо питается, иммунная система растения функционирует хорошо. Так что есть невероятная польза от наличия разнообразных и обильных грибов в этой системе. Они, как правило, регулируют работу системы. Они делают окружающую среду такой, что ни один патоген не начинает размножаться неконтролируемо и вызывать проблемы. Недостатком этого является то, что все эти преимущества могут быть потеряны в промышленном сельском хозяйстве, потому что такие вещи, как обработка почвы, интенсивная обработка почвы, разрушают грибковые сети, верно? Подумайте, если эти грибы похожи на длинные соломинки или трубочки, то что произойдет, если вы разрежете их, они истечут кровью и умрут в почве. Многие агрохимикаты, которые мы используем, биоциды, синтетические удобрения, могут уничтожить грибы в почве. Мы видим большой сдвиг там, где, возможно, у нас было 40 видов грибов. А затем, если вы сделаете что-то вроде удобрения с большим количеством азота, это сократит количество грибов до пяти видов, не так ли? Вот некоторые исследования, которые показывают, что широко используемые методы ведения сельского хозяйства могут отбирать менее разнообразные грибы. И тогда ведение парового поля является огромной проблемой. На днях я проезжал мимо кукурузного поля недалеко от своего дома, он срезал эту кукурузу на силос. Он сразу же вспахал землю, а потом поле осталось голым, печущимся на солнце, и я просто слышу, как все микроорганизмы кричат в предсмертном крике, когда я прохожу мимо этого поля, потому что они открыли его солнечному свету, теплу. Там не так много органических остатков для еды. Может быть, бактерии счастливы, по крайней мере, какое-то время, но грибы действительно страдают в таких ситуациях. Нам нужны живые растения, покрывающие почву круглый год, чтобы прокормить эти разнообразные организмы, а монокультура – еще одна огромная проблема. Когда он сажал только кукурузу, этот фермер, возможно, кормил несколько специфических видов микроорганизмов. Но они не производили все различные гормоны, эксидаты, факторы роста, белки и ферменты в почве, которые вы могли бы увидеть в естественных условиях верно. Если вы отправитесь на пастбище, вы найдете, может быть, 16 видов растений на каждом метре, на каждом квадратном метре. И все они питаются разными организмами. Все они производят разные соединения. Но кукуруза производит один набор продуктов питания. Так что это всего лишь несколько примеров. И я знаю доктора Элейн, мы говорили об этом вчера. Возможно, у вас было еще несколько примеров, особенно связанных с сорняками. Да, мы проделали изрядную работу над тем, что происходит с сорняками. Вам просто необходимо это сделать. Когда мы говорим о сорняках, мы должны определить, что такое сорняк на самом деле. Это определение не то, что говорят питомники или люди даже в НРКС. Например, они говорят, что сорняки — это растения, которые вам не нужны. Таким образом, с помощью этого определения вы говорите мне, что каждое растение на этой планете — сорняк. Так какой же смысл в этом определении? Это совершенно бессмысленно. Давайте перейдем к экологическому определению сорняков, где речь идет о наших отобранных растениях. Что я имею в виду под нашими отобранными? Когда вы понимаете сукцессию и смотрите на очень быстро растущие растения, которые очень быстро дают много потомства, много семян. Они вкладывают лишь небольшое количество своей энергии в корневую систему, поэтому корни могут опуститься всего на дюйм или два. Даже если вы можете очень хорошее, здоровая почва глубже тех растений, сорняки, сорняки правда, только положил очень легким слоем корней. И они направляют свои корни в бок и борются со всеми вашими различными растениями, которые вы, возможно, посадили на своей лужайке или в своем огороде, или в своем саду, или где-то еще. Значит, они очень воинственные. Если подумать об этом с какой-то определенной точки зрения, то они растут очень быстро. Они будут поглощать все питательные вещества, которые эти сорняки будут поглощать, все питательные вещества, которые они только могут. И они выигрывают в конкуренции с растениями. Вы хотите, чтобы у вас росли культурные растения. Так как же вы с ними справляетесь? Как мать природы изменяет почву таким образом, чтобы на более поздних стадиях подряд сорняки не добивались успеха. Если вы когда-нибудь заходили в зрелый лес, то на поверхности этой почвы очень мало сорняков. У вас есть все виды подлеска. У вас есть следующий слой, следующий слой, а затем всеохватывающий полок. Так что же конкретно делает природа для борьбы с этими сорняками? Когда происходит огромное возмущение, большая часть биологии уничтожается за исключением бактерий. И у нас остается меньше грибков в тех ранних суровых условиях, когда почти все катастрофическое, катастрофическое возмущение. И поэтому единственное, что в конце концов растет в этой дыре, это бактерии. И поэтому бактерии в аэробных условиях не произведут никаких трех. Они заберут весь Н4, который выделяется хищниками бактерий. И поскольку этот Н4 выделяется почти мгновенно, этот Н4 превращается в NO3. И таким образом, это преобладающая форма азота на тех ранних стадиях сукцессии, когда сорняки так счастливы, что почти ничто не может их победить. Случилось так, что нитрат — это то, в чем нуждаются сорные растения. И поскольку бактерии начинают делить сцену с грибами, откуда берутся грибы. В случае серьезной катастрофы им, возможно, придется прилететь за сотни миль или за 20 миль, и этим грибам потребуется время, чтобы добраться туда. Но в конце концов они прибудут на место происшествия, особенно по мере того, как растения начнут расти. В этих сорняках много клетчатки, а это та пища, в которой нуждаются грибы. Так что по мере увеличения этого компонента грибы начнут выполнять свою работу. И грибы будут производить органические кислоты, которые снижают РН почвы где-то до 6,6,56. 0,9, где-то в этом диапазоне. И теперь нитрифицирующие бактерии не могут преобразовать Н4, который выделяется при взаимодействии хищника и жертвы, этот Н4 остается Н4. И чем больше Н4 у вас в почве, тем больше сорняков, чертополоха и одуванчиков, и всего того, что вам не нравится выращивать на ваших полях или в ваших садах. Позаботится мать природы. Так что не убивайте там тех самых существ, которые помешали бы вам использовать гербицид. Каждый раз, когда вы применяете гербицид, вы убиваете эти организмы в почве. И теперь вы застряли только с бактериями, производящими много нитратов. А сорняки говорят «Ура!» Люди такие глупые. Поэтому мы должны понимать, что мы делаем, когда создаем, когда у нас есть эффект. Как только мы выходим на улицу и начинаем употреблять грибы, вся пищевая сеть восстанавливается. Мы можем наблюдать, как исчезают сорняки. Это не займет много времени, и мы провели ряд исследований, в которых у нас есть оригинал. Нормальное обращение с токсичными химическими веществами. Это то, как я обычно это говорю. Столь типичный способ выращивания растений за последние 50-100 лет. А затем прямо рядом с этим у нас есть участки, где мы применяем всю эту биологию. А затем мы измеряем, сколько времени требуется, чтобы вы знаете просто нарисовать круг, который мы бросаем на этот участок. И мы пойдем и выдернем все сорняки в этом месте. И измерим время, которое потребуется. Вам нужно выдернуть эти сорняки по сравнению с тем, что мы вкладываем в биологию. У нас есть бактерии и грибы, простейшие, нематоды, микроартроподы и так далее. И поэтому мы измеряем одно и то же. Сколько времени вам требуется, чтобы вырвать все сорняки? И сколько там сорняков? И обычно это занимает на порядок меньше времени. Меньше особей любого сорняка, который у вас есть в системе. На порядок меньше. Вам придется потратить нечасто химические обработки, а всего 5 или 6 минут, возможно, минуту, чтобы вырвать все сорняки. Вот насколько разными будут эти системы. Так что поймите, что делает природа, и начните использовать это себе на пользу. Возвращаюсь к вам. О, спасибо за это. Да, мне нравится думать о том, как это сочетается с некоторыми вещами, которые я видел в мире. Итак, было время, когда я работал, чтобы помочь восстановить некоторые местные растения в ранее нарушенной части прерии. И в первые пару лет появилось много амброзии и однолетних подсолнухов, которые появились и действительно похожи на агрессивные виды, как вы говорили, быстрые репродукторы. Они начали раньше всего остального в этом сезоне. А затем, когда мы восстановили арбускулярные микоризные грибы и привезли несколько растений-кормилец, у которых была установлена эта взаимосвязь, мы увидели эти однолетние виды. Вроде как нет. У них больше не было подходящего контекста. У них не было той среды, которую они хотели. Они не могут получать необходимые им питательные вещества из Земли, потому что они конкурируют за это пространство, за эти соединения. Совершенно верно. Это действительно круто. Хорошо, и так доктор Элейн подготовила для нас вот что. У нас есть путь. Она открыла путь, который поможет нам выбраться отсюда. Действительно ли здесь эта потревоженная грязь? Это от типичных, плохо управляемых сельскохозяйственных угодий, вплоть до прекрасной почвенной экосистемы, верно? Это трегенеративный процесс. И это разбивка всего за четыре шага. Это особенно заметно с января. Более подробная информация об этих шагах на нашем канале YouTube. Но мы идем туда и фактически оцениваем, чего не хватает в сети почвенных продуктов питания. А затем мы находим те недостающие микробы, которые адаптированы к местным условиям, не так ли? Они получены из местных материалов, и с помощью специализированной системы компостирования, которая представляет собой термофильное аэробное компостирование, мы делаем инокулят. Просто дело даже не в том, что компост добавляет так много питательных веществ, хотя и добавляет немного, но это так. Он битком набит всеми этими разнообразными, обильными недостающими компонентами почвенной пищевой сети. Мы даже можем взять этот компост, а затем приготовить из него чай или экстракт. Но в той или иной форме или способом мы применяем эту поправку, как инокулят, к почве, к поверхности растения. И затем она восстанавливает эти недостающие микробы в этих нарушенных отношениях. Это приводит систему в нормальное состояние, прямо туда, где динамика положительная и где есть все функциональные игроки, которые нам нужны, а микроорганизмы делают свое дело. И мы действительно просто следим за ними. Когда вы используете микроскоп, чтобы сказать, я пытался заниматься этой сельскохозяйственной практикой, какое влияние это оказало на почвенную пищевую сеть. Я применил этот продукт. Что это сделало с моими микроорганизмами? Мы постоянно возвращаемся назад и просим микроорганизмы быть нашим индикатором. Правильно ли мы поступаем? Правильно ли мы поступаем в почвенных системах? Так что там есть больше информации по этому поводу. Мне всегда нравится, когда я говорю о грибах, придавать большое значение тому, как мы должны избегать змаиного масла во многих коммерческих инокулянтах, представленных на рынке. Я знаю только один или два, с которыми я бы даже попытался поэкспериментировать. Но в этой статье, которая недавно вышла вместе со мной и некоторыми моими коллегами, мы изучили шесть коммерческих прививок и обнаружили, что в некоторых случаях они фактически стимулировали рост инвазивных или сорных растений или растений, которые мы не хотели использовать в системе пастбищ. И у многих из них был высокий уровень азота и фосфора в носителе. Поэтому они сказали, что это всего лишь грибковая прививка. Но на самом деле там была рыбная мука или что-то еще, возможно, даже с добавлением синтетического азота. И поэтому мы увидели действительно высокий уровень питательных веществ, которые на самом деле могут еще больше нарушить эти отношения в природе. Поэтому мы ищем такие микроорганизмы, как грибы. Чего они хотят? Им нужна пища, которую они любят есть. Они хотят условий, в которых им нравится расти. Когда мы сможем найти эти организмы в нашей местной среде вместо того, чтобы покупать этот коммерческий продукт, который будет не очень хорошим. Они колонизируют поверхность или корни множество растительных материалов вокруг в нашей среде обитания. Поэтому мы собираем разнообразные местные органические материалы и компостируем их аэробным способом. И это огромная часть работы. Мы вводим это в базовые курсы, но в наших продвинутых программах здесь много инструкций и наставничества. И такие люди, как Карла, работают рука об руку с людьми, которые пытаются выяснить, как мне правильно сделать это компостирование. Чтобы в конце получить действительно хороший прививочный материал. Итак, если мы поместим разнообразные материалы в компостную кучу, это поможет накормить разнообразие микроорганизмов, и это поможет всей экологии, которую мы вносим обратно в почву. Биология почвы будет более устойчивой, будет обеспечивать больше функций. Таким образом, у нас есть эти три различных исходных материала, которые являются действительно широкими категориями. Где мы говорим, что нам нужны материалы с высоким содержанием азота, нам нужны зеленые материалы, и нам нужны древесные или коричневые материалы. Древесные и коричневые материалы обычно составляют 50-60% нашей компостной кучи. Это действительно хорошая пища для грибов. И поэтому мы классифицируем эти различные группы исходных материалов по соотношению углерода к азоту. Итак, сколько углерода содержится в этом материале на каждый атом азота? Каково сравнение между углеродом и азотом? Итак, материалы с высоким содержанием азота мы обычно классифицируем как содержащие около пяти углерода на каждый азот, вплоть до 25 углерода на каждый азот в материале, а затем зеленые материалы. В дополнение к тому, что они, возможно, похожи на более свежий растительный материал, не так ли? Во многих случаях свежесрезанные, все еще полные всех соков. Они, как правило, имеют диапазон от среднего уровня углерода до азота. А затем, когда мы переходим к этим коричневым и древесным материалам, на каждый азот приходится более 60 атомов углерода. Даже до вас можно было бы сделать материал, в котором на каждый азот приходится сотни атомов углерода. Некоторые породы лиственных пород. Так что это общие ценности. Вам придется много покопаться в интернете, чтобы, возможно, придумать какие-то другие идеи о том, каково соотношение углерода и азота в том, что у вас есть. И это огромная часть наставничества, которое мы также предлагаем. Здесь есть чему поучиться, но мы помещаем эти материалы в систему с термофильным аэробным компостом, который помогает отфильтровывать анаэробные организмы, которые могут вызывать болезни. У них нет той окружающей среды, которая им нравится, поэтому они закрываются. Они умирают, они впадают в спячку, и это поощряет эти аэробные организмы, которые приносят много пользы нашим растениям. И она должна быть теплолюбивой, достаточно горячей достаточно долго, чтобы делать такие вещи, как убивать семена сорняков, загонять вредные организмы в состояние покоя. Чтобы сделать компост таким образом, требуется много заботы и усилий, но с другой стороны, вы получаете инокулят, который очень ценен для регенерации почвы. Таким образом, мы контролируем не только температуру, но и влажность. Это очень важно. Многие люди позволяют своему компосту стать слишком сухим, и в конечном итоге они убивают множество своих полезных организмов. Уровень кислорода. Мы хотим поддерживать высокий уровень кислорода во всей куче, и не допустить, чтобы большие куски кучи становились анаэробными, что может стать средой для патогенов, чтобы наслаждаться этими условиями. А потом нам нужно успеть и развернуться. Поэтому нам нужно убедиться, что все части кучи достаточно горячие, достаточно долго находятся в горячем центре, а затем перемещаться так, чтобы все компоненты компостной кучи тратили время на то, чтобы достаточно нагреться в центре. В результате этого мы получаем разнообразие, организмов. Мы должны продолжать возиться с рецептами до тех пор, пока не найдем то, что подходит для каждого состояния, для каждой области. И вы знаете, один из главных принципов, как упомянул доктор Ли, это ранние сукцессионные сорняки. Им понадобится определенное количество бактерий и грибов в почве. И многим нашим сельскохозяйственным культурам потребуется больше. Как один к одному, не так ли? Им понадобится примерно равное количество грибов и бактерий. А некоторым вашим кустарникам и деревьям понадобится гораздо больше грибов, чем бактерий. И поэтому мы должны как бы сопоставить вид компоста, который мы делаем, с тем, что мы хотим выращивать вместе с ним. Так что здесь много деталей, именно поэтому у нас здесь есть эти продвинутые программы. Людей можно наставлять в этом. Итак, это мои последние несколько слайдов здесь. Я думаю, у нас есть время, прежде чем мы перейдем к вопросам и ответам Брайана, чтобы позволить мне прервать себя, если я буду говорить слишком долго. Но я просто хотел упомянуть, что после того, как мы пройдем этот процесс, пытаясь биологически восстановить пищевую сеть почвы, нам нужно целостно продумать, как вся система может либо поддерживать эти микроорганизмы, либо вредить им, не так ли? Итак, мы уже упоминали о обработке почвы. Если вы каждый год приходите в свой сад с мотоблоком, это на самом деле не поддерживает микроорганизмы, не так ли? Это будет продолжать отбрасывать эти популяции назад, причиняя вред. Итак, вот семь регенеративных практик, о которых, как вы знаете, уже упоминалось в научной литературе. Другими словами, мы черпаем вдохновение из других вещей, которые мы видим в движении регенеративной медицины, и фильтруем это через то, что было протестировано и с нашей стороны. Эти практики, как правило, ориентированы на микроорганизмы, не так ли? Они, как правило, усиливают загрязненность пищевой сети. И действительно, первая вещь, первая практика. Вам это может показаться непрактичной практикой, но это так. Возможно, самая большая проблема заключается в том, что мы должны развить регенеративное мышление. Те из нас, кто работает, управляет, заботятся о любом виде земли. Речь идет о том, чтобы продумать наши отношения к этой почве, к этой земле, к этим микроорганизмам и растениям. Поэтому часто люди хотят, чтобы мы просто дали им ответ, а похоже, что единого ответа нет. Мы должны научить вас принципам. Мы должны научить воспользоваться своими глазами. Вам нужно пойти и посмотреть на свою почву, погрузить руки в свою почву, понюхать ее, правильно? Вот они, это радикальный вид самомотивации и признания того, что есть много быстрых ответов, таких как химические вещества, которые кажутся хорошими в краткосрочной перспективе и не являются хорошими в долгосрочной перспективе, не так ли? Итак, это практика номер один. Наше регенеративное мышление. И отчасти это связано с тем, что мы понимаем, что существуют естественные процессы. Доктор Элейн, на базовых курсах она излагает экологию этих организмов, то, как они взаимодействуют с окружающей средой, как химические вещества, с которыми они сталкиваются, как физическая среда, с которой они сталкиваются, влияет на то, что они делают, и как они взаимодействуют друг с другом. И мы действительно должны это сделать. За неимением лучшего слова, я пытаюсь побудить вас влюбиться в них, не так ли? Думать о них, как о достойных вашего времени и энергии, чтобы понять эти естественные процессы и эту биологическую динамику. И отчасти это связано с тем, что мы уже упоминали о некоторых из этих вещей ранее, поддержание биологической целостности. Таким образом, сводя к минимуму биологические нарушения, такие как обработка почвы, сохраняя почву покрытой живыми растениями круглый год, избегая этих токсичных веществ. Засоление – огромная проблема. Есть много вещей, которые люди используют в почвах, которые накапливаются солености, уровни солей до такой степени, что она становится вредной для организма. Поэтому понимание того, что биологическая целостность биоразнообразия – это почти всегда правильный ответ. Включите больше растений в эту систему. Больше разнообразных растений. Убедитесь, что там есть все ваши организмы, те, которые, как вы знаете, вы, возможно, слышали, как это сказано как вверху, так и внизу. Мы склонны видеть отражение того, что разнообразные почвенные микроорганизмы приведут к разнообразию растений, а разнообразие растений ведет к почвенным микроорганизмам. Это происходит прямо между этими двумя мирами. Включение животных в вашу систему может иметь огромное значение. Они могут помочь более эффективно перерабатывать питательные вещества. Здесь еще многое предстоит сделать, но биоразнообразие – одно из самых важных. Мы говорим о том, чтобы свести к минимуму ваши внешние затраты, кроме, может быть, компоста, не так ли? Возьмите что-нибудь с полки, синтетическое удобрение, продукт на основе соли. Это может быть очень вредно для микроорганизмов. Эти жуки в кувшине, о которых я говорил ранее. Коммерческие инокулянты могут содержать вредные вещества там, где у них могут быть просто плохо адаптированные организмы. Итак, вы тратите все эти деньги, наносите этот продукт, а затем все организмы умирают через несколько месяцев, не так ли? Что вы на самом деле сделали? Итак, мы думаем о биологии почвы как о способе также оптимизировать фотосинтез в растении. Таким образом, растению не хватает ключевых питательных веществ, и оно улавливает много солнечного света, который оно превращает в сахара, которыми питает микроорганизмы. Опять же, это туда и обратно. Итак, практика номер шесть, станьте следователем. Мы учим вас этим инструментам микроскопии, потому что надеемся развить в вас это любопытство. Там, где вы говорите, я хочу посмотреть, что происходит. Я хочу посмотреть, что происходит. Это крошечный мир. Это трудно разглядеть. Иногда это трудно даже представить, но это так важно. А затем поделитесь тем, что вы знаете. Мы пытаемся создать сообщество здесь, в школе, где мы могли бы совместно творить. Мы можем учиться чему-то вместе и делиться этим. И, наконец, это тот мониторинг биологии, в котором мы могли бы связать любую из тех практик, которые мы проводим, с их влиянием на продовольственную сеть почвы. Я хотел бы сказать, вы знаете, что есть химическая и физическая составляющие почвы, но краеугольный камень, который скрепляет арку, это биология почвы. И поэтому, если мы не поймем это правильно и не посмотрим, что происходит, вы знаете, определим влияние на почвенные микроорганизмы, то мы действительно упустим один шаг. Мы не можем дать правильный ответ, не зная, как это влияет на биологию почвы. Поэтому я закончу этой цитатой. Возвращаясь к грибам, это одна из моих любимых цитат Джона Мира. Она заставляет меня думать о грибах. Когда кто-то дергает за что-то одно в природе, он обнаруживает, что оно связано с остальным миром. И я думаю, что наши союзники-грибы, наши крошечные союзники в почве, они являются одной из ниточек, которые крепятся ко всему. И, Адам, я думаю, вы собираетесь поделиться этим, не так ли? Да, идеально. Хорошо, и так, в оставшейся части вебинара мы будем отвечать на вопросы и ответы. И я думаю, что это снова те вопросы, которые вы, ребята, разместили в нашем разделе «Вопросы и ответы». И первый вопрос от Терезы. И вопрос в том, возможно ли, чтобы в почве было слишком много грибов, и каково правильное соотношение? Следует ли добавлять грибы в компостную кучу? Есть ли какие-либо виды грибов, которые не следует добавлять в компостную кучу? В этом вопросе так много вопросов. Но мы имеем дело с грибами. Таким образом, участники дискуссии сказали бы, что у вас есть грибы, и сколько грибов вы хотите видеть в почве. Это должно быть связано с растениями, с культурами, которые вы пытаетесь вырастить, чтобы мы знали, каковы правильные соотношения для большинства растений. Вы знаете, нам иногда нужно просто хорошо подумать, плана, о котором я хочу знать, нет в их списках. Но вы знаете, это ужасно похоже на сирень или просто на грядку для помидоров. Так что вы могли бы выяснить, каким должно быть соотношение грибов и бактерий, и получить биомассу грибов и бактерий, правильно? Это то, что мы действительно ищем. Так что если вы пытаетесь вырастить капусту, и у вас в почве есть грибы старовозрастного леса, ничего хорошего из этого не выйдет. Вы должны быть в этом уверены. Возможно, вам даже придется это сделать. Если бы вы начали со старовозрастного леса, вы, вероятно, захотели бы немного потревожить его, чтобы вернуть к правильному балансу грибов и бактерий, простейших и нематод. Так каково же правильное соотношение? Это зависит от того, что вы хотите вырастить. И вот здесь, вероятно, будет лучше всего. Если у вас есть наставник, чтобы вы знали, запишитесь, пройдите курсы и все. А затем, когда вы перейдете на курсы более высокого уровня, у вас будет наставник и много хороших дискуссий между вами и вашим наставником. Так стоит ли добавлять грибы в компостную кучу? Опять же, это стандартный экологический ответ. Это зависит от обстоятельств. Чего вы добиваетесь? Так есть ли какие-нибудь виды грибов, которые не были бы добавлены в компостную кучу? Да, ядовитые грибы, это, вероятно, не то, что вы хотите видеть в своей компостной куче. Так что вам действительно нужно немного узнать о том, какие виды надземных грибов появляются. И я уверена, что Адам сможет добавить еще несколько предложений по этому поводу. Я просто хочу отметить, что иногда мы говорим людям, что они могут пойти и взять немного опавших листьев или другого материала из действительно процветающей экосистемы в их районе, которая уже будет полна грибковых гифов или других вещей. Мы просто не хотим, чтобы вы выходили и беспокоили этим большие территории, верно? Так что если бы вы выращивали зерновую культуру, я мог бы сказать, хорошо, есть ли разнообразные пастбища, на которые вы могли бы пойти и взять немного почвы и немного, вы знаете, растительного материала. Может быть, было бы неплохо поместить эти организмы в вашу кучу до процесса компостирования, чтобы любые патогенные микроорганизмы, которые у тех, кто там находится, будет шанс погибнуть от жары. Но вы же знаете, что это такое. Это может быть отличным способом получить больше разнообразных грибов в вашу компостную кучу. Я также делал компост там, где я не делал много такого рода вещей, и я нашел там много разнообразных грибов, так что они попадают в воздух и другие вещи. И да, я действительно знаю некоторых людей, которые любят заниматься добычей пищи. Они знают достаточно о различных грибах, чтобы собрать несколько шляпок неядовитых грибов и добавить их в свою компостную кучу. И мне это тоже кажется разумным. Одна вещь, которую я тоже часто...